Друзья мои дорогие, всем большой привет! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. У нас сегодня так пасмурно, вот как будто уже вечер, а на самом деле еще только утро. Я уже тут играюсь, играюсь со светом, надеюсь, что вам хорошо меня видно и ничего не будет пересвечивать на камере. У меня, собственно говоря, сегодня очень небольшое к вам будет включение. Я покажу совсем небольшие продвижения по моему жилету и покажу вам планы, ближайшие, самые-самые ближайшие. У меня вообще уже чешется все, чтобы скорее начать вязать на следующие проекты. Буду периодически вас переключать на стол, потому что то, что я вам буду показывать, нужно смотреть на столе. Итак, друзья, начнем с вами с того, что я вяжу жилет. Я в прошлый раз показала вам, я начала вывязывать пройму. Ну, а так как у меня это только единственное плечевое в работе, на данный момент это выглядит вот таким образом. Еще ничего не собрано. Вот такая огроменная, на первый взгляд, горловина. Вывязаны проймы. Он весь кажется маленьким, но вот если я его приложу, да, то что практически по плечам. На самом деле это изделие, оно, конечно же, будет со спущенным плечом. Резинка собирается очень-очень сильно, тем более еще не постирано. Ну и вообще, вы знаете, даже если говорить вот о любых узорах на основе резинки 2х2, в процессе эксплуатации резинка все равно расходится. Я когда была молоденькой девочкой, у меня был покупной свитер лапша резинкой 2х2. Мне хватило, наверное, ну я не говорю о том, что там качество было пряжи хорошее, да, обычное покупное масс-маркетовское изделие. Мне хватило постирать его два раза, чтобы он превратился в растянутое состояние такое, что вот тут Маруся ко мне идет. Иди, поздороваемся. Иди. Вот так вот. Здравствуйте. Скажи всем здравствуйте. Вот. Она выспалась. Да. И хоть бы раз, хоть бы одна кошка мне не помешала работать. Все, беги. А, ты обратно пошла? Ну иди обратно на подоконник. Вот, друзья. И, значит, отвлеклась немножечко. Значит, изделие будет со спущенным плечом. Ну вот вы видите, да, где сейчас находится моя горловина. Вот она. Она находится на плече. Что ж я такое сочинила, друзья? Не знаете? Я сама не знаю. Вот сегодня я начну продолжать работу с этим жилетом. Пока я его не закончу, к следующему плечевому изделию я не приступлю. А заканчивать здесь, как говорится, знаете, самое долгое, что вяжется у нас? Вяжется отделка. Вот. И отделки здесь будет много. Поэтому сегодня я приступаю к хотя бы к доработке скелета изделия. Вот. Это, я напоминаю, кто не в курсе, да, это пряжа ручного окрашивания под твит. Она смотрится здоровски. Мне очень нравится. Вот. Прямо, прямо мне очень нравится. Такое настоящее осеннее чудо. Так. И больше, собственно говоря, по этому жилету мне вам сказать нечего. Вот. Теперь, мои дорогие, я же не могу успокоиться. У нас же вновь идет этот, продолжается наш совместный проект «Уникальное вязание», организатором которого являюсь я, Алена Авель, а также соорганизаторов у нас очень много. Анюта с Испании, канал «Вязаный стиль от Анны», Оля Кривенкова «Вязание без границ», Оля Еперова, Маша, наша Багира, красавица, Мария Книц, Германии. Ссылки на всех девочек также оставлю под этим видео. Также у нас спонсоры, магазин про клубочки «Amazing Wool» по Европе. И многие-многие другие девочки. Не могу назвать всех, потому что время эфирное не безграничное, как говорится. И оставлю все-все ссылочки. Друзья, пользуйтесь, пожалуйста, хэштегом. Хэштег работает. Отсортировывайте по недавнему, вы будете в курсе, кто принимает участие в этом проекте и что вяжут. Но Инстаграм, конечно, меня покоряет все больше и больше в плане того, что под этим хэштегом очень много уже публикаций. И плечевые изделия. И на самом деле Алена мне присылает периодически работы участниц. У Алены сторис зашкаливает просто с работами участниц совместного проекта из пряжи ручного окрашивания. Это просто фантастика. Еще не поздно присоединиться. Кто хочет присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Под этим видео также будет ссылка на группу в ВК, где уже начинается небольшое движение, как говорится. И девчата публикуют уже свои готовые работы. У нас нет никаких критериев, чтобы это было обязательно плечевое изделие. Это может быть любое маленькое изделие, аксессуарное, интерьерное. Главное креатив. Мы ждем креатива. Присоединяйтесь, кто еще не присоединился. У вас есть время. Проект длится до 15 декабря. Включительно вы можете свои работы представить, потому что это еще и конкурс. И обязательно будут победители. И будут подарки. Если у кого-то нет пряжи, но вы можете покрасить ее сами. Или можете приобрести по Европе. Можно приобрести у Алены. По России можно приобрести у меня. Или у других мастеров. И мы ждем вас с большим удовольствием. И вот в прошлый раз я связала, позапрошлый раз, я связала в рамках этого проекта носки в технике Бриошь. И у меня осталось 60 грамм от моей пасмы. Пасма пламя называется. Вот такого цвета. Я в прошлый раз смиксовала с черным цветом. Это были носочки. А в этот раз у меня есть вот такая пряжа. Я вам сейчас покажу. Это вулбут или вулбат. Я не знаю, как правильно произносить. Это шести нитки. То есть, эта ниточка значительно толще, чем моя вот эта вот ниточка. Но абсолютно ничего страшного и критичного я в этом не вижу. Это мне Алена Абель присылала в подарок. Здесь классический состав. 75 шерсть, 25 полиамид. Но метраж здесь в 50 граммах. Матки 50 граммовые. 130 метров. То есть 260, да. В отличие от 400, которые у меня. Но, знаете, я бы не сказала, что прямо критично сильно отличается по толщине. Отличия есть, безусловно. Я хочу вам показать. Хочу вам показать. Перехлёст пошел сейчас. Вот, смотрите. Отличия есть, но незначительные. Вот, поэтому я, что я хочу связать? Ну, у меня единственное, на что может хватить, это на носочки. Ведь правда? Но носочки я хочу связать какие-нибудь с перепадвы под вертом. Всё, как всегда, скажете вы. Ну да. Ну, люблю я, люблю я. У меня спортивный интерес играет. Я не люблю просто вязание. Я люблю творчество. Я люблю экспериментировать. Я люблю пробовать что-то новое. И я хочу связать и в очередной раз вас удивить, что из вот этого вот может получиться просто что-то очень классное, на мой взгляд. В общем, чтобы не как у всех. Понимаете? Я думаю, что у меня всё получится. В обязательном порядке я буду снимать мастер-класс, который будет на моём канале. Вы сможете повторить себе это изделие. Вы также можете и бриошь повторить, да, и бактусы. Кстати, о бактусах. Бактус я вязала чешуйками. Вы видите, Маруся хочет выйти гулять. Сейчас я её выпущу, а потом к вам вернусь. Итак, продолжаем. О бактусе, да, который был связан у меня чешуйками, спицами. А сегодня мне попалась фотография изделия. Конечно же, брендовое изделие. Это дизайнерское изделие, которое связано в этой же технике, но крючком. И это плечевое изделие. Я же вам говорю, друзья, что творит сейчас дизайнер, дизайнеры, высокая мода, подиум. Он просто пестрит яркими красивыми красками. Я вставлю вам подборочку моделей, которые понравились мне, которые можно взять за идею. Субтитры сделал DimaTorzok. И я настолько вдохновилась, что я хочу связать себе плечевое изделие из моей пряжи. И, друзья, когда я думала, ну каким цветом? Я поняла, что я хочу безумно яркое изделие. Я хочу яркости, я хочу броскости, я хочу воздушности. И в то же время, ну кто сказал, что пряжу, которую мы окрашиваем, она насочная? Ну кто это сказал? Это просто носочная пряжа, в составе которой 75 часто шерсть и 25 полиамид. И ее принято считать носочной. У меня пряжа в составе 80% шерсть, 20 полиамид. И она безумно мягкая. Это не значит, что из нее нужно вязать носки или митинги. Из нее можно вязать и шапки, и плечевые изделия. Она реально классная. И вот, когда я решила, что я хочу яркости, друзья, я хочу яркости, воздушности, пушистости, необычности кроя, струящегося полотна. Короче, я хочу все сразу. И я себе окрасила в две вот такие, пока только две пасмы. Потому что я не знаю, какой пойдет расход. Но здесь уже 800 метров. Понятно, что на плечевое изделие этого мало. Скорее всего, я буду докрашивать еще одну пасму. Но это уже будет чуть-чуть позднее. Я сначала начну работу, а потом уже посмотрю в итоге, что и как. Получается, сколько мне необходимо. Просто я не знаю, красить мне одну еще или красить мне две еще. Вот такие оттенки я выбрала. Даже на стол вас переворачивать не буду, потому что оттенки передаются вам отлично. Это морковный, яркий оранжевый. Это цвет пиона и нежной розы. Вот посмотрите, да. В том числе и молочный оттенок. Мне, конечно, хотелось первоначально, чтобы молочного оттенка было побольше. Но так как у меня получилось не очень много молочного оттенка, я хотела объединить с молочного цвета махером. Скажите вы мне, а как ты можешь объединить молочный с оранжевым? Очень даже просто. И это будет очень красиво смотреться. Но я, друзья, решила передумать в очередной раз. И окрасила махер. Тот самый, который был молочным, который был у меня в наличии. Махер у меня на полиамиде. И окрасила я его вот так. Смотрите. Цвета у меня были использованы одинаковые. Посмотрите, как в махере шикарно взялся оранжевый. Посмотрите. Ну, это же чудо. Это просто чудо. Он яркий, в то же время приглушенный. А пион? Это даже не пион. Это, наверное, даже теперь сирень. Я не знаю. Это просто нечто нереальное. У меня махера всего 150 грамм. Но он тонкий. Это кидмохер. На полиамиде, я уже сказала. Здесь 230 метров в 25 граммах. И у меня 150 грамм всего. Я уверена, что мне этого хватит. Еще даже и останется, скорее всего. Окрашила махер я впервые. Очень было, на самом деле, как сказать, не то чтобы страшно. Впервые всегда что-то делать страшно. Это необычно. Это не сравнивается ни по технологии окрашивания, которую я использовала. Вот с этой пряжей, например. Немножечко по-другому это шло. И вот здесь, смотрите, больше превуалируют у нас оранжевые морковные оттенки. А вот здесь я, наоборот, хотела сделать больше сиреневых, припыленных, пудровых оттенков. Видите? Посмотрите, даже какой морковный цвет я сделала. Даже больше не морковный, а персик. И мне хочется, чтобы секции не совпадали. Во-первых, они однозначно совпадать не будут. Невозможно покрасить одинаково столько пасом. А во-вторых, мне хочется, чтобы когда у меня в основной работе будет морковный цвет, он у меня объединялся с ниточкой махера в пионовом цвете. Вот из этого получится просто нечто нереально невероятное. На мой взгляд, мне уже очень нравится. Но на этом я решила не останавливаться. Посмотрите, как красиво. Посмотрите, как красиво. Обалденно. На этом я решила не останавливаться и добавить еще яркости. И эта яркость у меня будет вау. Это, друзья, вам передается очень-очень-очень совершенно другим оттенком. Знаете, я даже не знаю, вам ближе к красному передается. Это яркая фуксия. Настоящая яркая. А ну-ка, если убрать? Если убрать. Может быть, еще засвечивает на белом цвете. А если попробовать на вот этот приложить цвет. Вот так, например. Вот. Вот так вот ближе. Вот так ближе. Но все равно неправильно передает камера. Вот. Я решила, значит, добавить вот к этому красавцу. Сейчас, друзья. Вот так. Оно все сочетаемое. Да, оттенок совершенно другой, но сочетаемый. И еще. Так, а что у меня здесь, друзья? Я вам сейчас скажу. 37. Альпака. 18. Меринос. 45. Полиамид. И здесь 650 метров на 100 грамм буду брать в работу нить в два сложения. Ну, она имеет небольшой пушок. Не знаю, видно вам. Вот на темном фоне вверху смотрите. Но она же, понимаете, она же бобини. Я думаю, что после стирки она станет более пушистая. Она имеет небольшую колкость. Но меня это совершенно не смущает. Вот. Кстати, махер у меня колкости не имеет. Вот эта пряжа для меня колкости. А вот эта вот гораздо бобинная, гораздо колючая, чем вот эта колкости тоже для меня не имеет. Она мягкая, она приятная. Она для меня просто бесподобная. И я решила добавить желтый оттенок. Здесь, друзья, этикетка у меня уже давным-давно выброшена. Но он знаете какой желтый? Он желтый соломенный. Он не кричащий желтый. Здесь 1500 метров на 100 грамм. Здесь 5% кашемира. Порядка 50% мериноса. А остальное примерно 45% идет полиамид. По-моему, так. Конечно, здесь будет нить в несколько сложений для того, чтобы подобрать к основной вот этой вот чудо-пряжи. Ну и в итоге, да, смотрим. Смотрим, какой микс. Здесь желтых оттенков нет. Желтый оттенок добавляется. Смотрим. Создаем конструкцию. Вот так. И мне кажется, это будет что-то, нечто крутое. Как вы считаете? Вот, друзья. Это просто что-то нереальное. Ну посмотрим. Может быть, у меня вообще ничего не получится. Стоишь, как всегда, да, я же, наверное, придумываю одного. В итоге у меня получается совсем другое или не получается совсем. Вот. Но вот это, кстати, модель будет, модель, это будет пуловер. Буду вязать сверху. Модель по силуэту я хочу летучую мышь. Я ее обожаю. Особенно там, где есть мохер, чтобы это было все воздушно, чтобы это... Ой, ой, ой. Вот. Узор будет наипростейший. Акцент будет на технике вязания, на цвете, на структуре полотна, я бы сказала. Ну, в общем, друзья, все как всегда. И я хочу его, так как это будет летучая мышь, да, летучая мышь, рукав у нас доходит до талии. Я хочу после этого момента перейти на резинку. То есть, для чего я хочу связать это изделие? Чтобы носить с высокими юбками. Высокой посадки, которые не по фигуре, а, например, у меня есть кожаная юбка, эко-кожа, эко, все животные целы, в силуэте трапеции. И она высокая посадка, и когда изделие у меня стандартной длины, например, 60 см, как я всегда для своего роста вяжу, некрасиво смотрится. То есть, когда изделие укороченное с этой юбкой, будет хорошо. У меня таких юбок много, а изделия нет ни одного. Поэтому я решила сделать его слегка укороченным, но в то же время свободным и в то же время подчеркивающим талию. Подобного силуэта у меня связано изделие Pullover Laguna. Мой обожаемый. Обожаемый и чаще всего эксплуатируемый. Что-то наподобие я буду по силуэту вязать, но там Pullover, а здесь будет джемпер. И если Laguna я вязала разными деталями, она сборная, и снизу, то здесь я буду вязать сверху. Это будет, я надеюсь, очень интересно и надеюсь, что у меня все получится. Вот, друзья, вот такое небольшое у меня сегодня к вам включение. Я пошла стучать спицами после того, как смонтирую сейчас видео. Желаю вам всем вдохновения. Творите. Пусть вам приносит удовольствие вязание. Удовольствие не только в плане механического, а еще и в плане творчества, фантазии, креатива. Пусть вы будете неповторяемыми. Все, друзья, всем пока. До скорых встреч в следующих видео. Следите за нашим совместным проектом и обязательно принимайте участие.